Работу новых фельдшерско-акушерских пунктов Биробиджанского района проверили активисты Общероссийского народного фронта, представители областного правительства и других заинтересованных ведомств. Мониторяя ситуацию, ОНФ выполняет прямое поручение президента России. Общероссийский народный фронт уже четыре года работает над контролем исполнения поручения президента по ФАПам. Первично мы выявили много различных недостатков в строительстве, оснащении ФАПов, кадровым обеспечением и так далее. Как показала очередная проверка, основными проблемами в Биробиджанском районе остаются окончание лицензирования и устранение недостатков при их строительстве. Подрядчик так до конца и не выполнил все необходимые работы, предписанные контрактом. Всего в 2020 году в Еврейской автономной области построили 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Только в Биробиджанском районе 8 из них должны были заменить старые помещения. Однако из-за сложившейся ситуации некоторые из них так пока и не начали прием пациентов. К сожалению, те недоделки, которые там были, они не позволяют приступить к их работе. То есть процедура лицензирования, она затягивается и, к сожалению, нет того результата, который мы бы все хотели увидеть. Безусловно, мы будем продолжать эту работу и те недостатки, которые есть, и недоделки, они в обязательном случае будут устранены. Так и в селе Желтый Яр из-за отсутствия лицензии на деятельность нового ФАПа медикам приходится работать в старом помещении, которое находится в одном здании с Домом культуры, продуктовым магазином и почтовым отделением. Хотя по признанию заведующей акушерским пунктом, он оборудован всем необходимым для качественного приема граждан. Дело в том, что там все оборудование на данный момент находится. Чтобы, допустим, диагностировать какое-либо заболевание, допустим, тот же аппарат кардиограммы или еще что-то, все находится на новом ФАПе. Оно полностью оборудовано. Здесь такого ничего нет. А переносить сюда, туда, ну, то есть с ФАПа на ФАП я не могу. Поэтому, конечно, было бы удобнее работать на том ФАПе и людей принимать. Люди очень интересуются, ждут, когда откроется этот ФАП. Каждый построенный ФАП находится на контроле общественных организаций, власти, автономии и других заинтересованных служб. Вячеслав Пасманик, Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21.